Навык физической подготовки особенно важен в службе органов правопорядка и безопасности. Нередко получены опыт на соревнованиях, военнослужащие применяют на практике во время задержания преступников. Спарринг это необходимо, я считаю. Что-то возьмем у соперника, что-то сами где-то подкорректируем. Это и есть опыт, это самое главное. А так стремимся всегда быть сильнее, быстрее, выше. Самое главное. Ну и все мы здесь, разные структуры участвуют. Все мы здесь одна команда. И здесь нет проигравших никогда. Здесь всегда главное участие. В программе «Спартакеады» 8 видов спорта. Это плавание, стрельба из боевого оружия, настольный теннис, мини-футбол, волейбол, соревнования по служебному двоеборью, рукопашный бой, седьмое по счету состязания в турнирной таблице. Около 80 силовиков разбились на команды, в каждой из которых по 6 человек в разных весовых категориях. Как следует подготовиться к этим соревнованиям, сочинским военнослужащим не получается. На курорте проходит множество литерных мероприятий. И уделить внимание спорту получается редко. Тем не менее, сотрудники разных подразделений стараются добиться высоких показателей. Первую задачу, которую ставим мы перед собой как организаторы, это провести данное мероприятие без травм. Это самая главная задача. Безусловно, все ребята с опытом подготовлены. Я думаю, что покажут достойные результаты на татаме. Некоторые уже неоднократно выступали у нас. Некоторые соперники уже друг друга знают. Впереди силовиков ждет и интеллектуальное состязание. 10 октября состоится завершающий этап спартакиады – игра в шахматы. Подведение итогов турнирной таблицы и награждение победителей пройдет 15 числа. Пока же в лидеры традиционно выходят сотрудники ФСБ и ФСО.